Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни спасался от кашля и воспаления легких согревающими горчичниками. Их производят из черной горчицы. И любимая многими знаменитая дижонская горчица тоже готовится из семян черной. Сегодня мы поговорим об особенностях применения этого вида горчицы на кухне, косметологии и, конечно, с ее помощью поправим здоровье. Горчица черная называется еще настоящая или французская. Это невысокое травянистое растение до метра в высоту семейства капустные. Цветет мелкими желтыми цветами, а плоды собраны в небольшой стручок. Зерна горчицы круглые, красно-коричневого цвета, можно даже сказать бурые. Ее родина Средиземноморья любит влажные почвы и берега водоемов. А часто даже растет как сорняк. Распространена она территории Европы и Азии. Вкус зерен пряно-острый с ореховыми нотками. На Калказе все части растения используют для приготовления сыров, а листья горчицы придают особенную пикантность салатам. Семена перетирают в порошок и приправляют разнообразные мясные блюда из курицы, баранины, а также рыбные деликатесы. Цельные зерна добавляют в рис, каши, отварные овощи, соусы. Но перед этим семена лучше обжарить в раскаленном масле на сковороде, накрыв крышкой, так как они трескаются и начинают разлетаться по кухне. Прожаренная горчица лучше отдает свои ароматические масла и лечебные свойства. Всего пол чайной ложечки французской горчицы прекрасно разжигает огонь пищеварения и улучшает всасывание в кровь необходимых веществ. Эта горчица – кладезь витаминов и минералов. Например, аскорбиновой кислоты и витамина D в ней намного больше, чем в семенах подсолнуха. А эти вещества необходимы, так как отвечают за поддержание уровня фосфора, кальция и железа в организме. Они обеспечивают нормальный рост и развитие костей, свертываемость крови, поддерживают щитовидную железу и повышают иммунитет. В народной медицине горчицу используют как согревающее, болеутоляющее и противопростудное средство. Вот вам рецептик. Для того, чтобы сделать горчичник при бронхите, разведите в 100 граммах теплой воды 100 граммов черного горчичного порошка. Распределите смесь по марлевой ткани и положите на грудную клетку подальше от сердца. Процедура длится 20 минут. При ежедневном использовании станет вам гораздо легче. В домашней косметологии французская горчица хорошо работает в масках для волос. Благодаря ей можно избавиться от перхоти, ускорить рост волос и предотвратить их выпадение. И даже восстановить волосяные луковицы. Рецепт такой. Сейчас мы ее приготовим. Для этого нужно смешать столовую ложечку взять кефира, 2 чайные ложечки молотого горчичного порошка, 2 чайные ложечки миндального масла, 2 чайные ложки меда и все это тщательно перемешать. Если вы не веган, то можно добавить еще один яичный желток. Так, все тщательно перемешали. Теперь эту смесь нужно распределить по всей длине волос и оставить на 40 минут, а потом смыть теплой водой с шампунем. Такую маску лучше наносить на несвежие волосы и использовать один раз в неделю в течение месяца. Результат не заставит долго ждать. Противопоказаны такие процедуры, если есть аллергия на горчицу и при наличии ран и кожных заболеваний. Также стоит воздержаться от поедания горчицы людям с болезнями пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы, ослабленными почками и туберкулезом. Так что желаю вам всяческих исцелений и пусть французская горчичка помогает.